Музыка 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 Ну, вот до самого самолета только мне. Больше никого не было. Конечно, как бы, тут уже ты просто корыстаешься такими, скажем так, фишечками. Когда ты працешь в команде, якая там края с тем же Ливерпулем, ну, и ты можешь быть крышечку ближе к истории, чем это может, там, некий, там, звучайный аматор футбола в Минске. Получилось так, что я близко стояла, и мяч летел прямо в меня, и не знаю как, но получилось успеть заснять, и там мяч занимает большую половину кадра. Ну, вот прилетел, но вся фишка этой фотографии в том, что я потом очень сильно распиарили по соцсетям, по всем футбольным группам, а белорусское телевидение, там, какая-то спортивная передача, даже из этого умудрились слепить новость о том, какая опасная работа у фотографов, и что вот в таких маленьких стадионах, там, фотографом прилетает мячом, и мы, будьте осторожны. Ну, прилетает, наверное, не только мячом, а иногда даже, мне, по крайней мере, прилетело футболистом, это уже было в этом сезоне, тоже стояла, снимала недалеко от ворот, и Шрамченко бежал. Я снимала на 70-200, как-то было тяжело оценить и скорость, и траекторию его бега. Получилось, что он пробежался и по мне, и по моим ногам, кроссовкам, там. Короче, две недели я смотрела на свои царапины на ногах и вспоминала его добрым словом. Ну, а второй и третий снимок я все-таки решила подобрать с такими более сложными погодными условиями. Это либо дождь, туман, там снег бывает, но это, наверное, не столько сложности работы фотографа, ну, как я считаю, а наоборот добавляет это все какой-то динамики на фото, и наоборот еще становится интереснее снимать, если какие-то сложные условия. Может, многие думают, что вот там, ну, наверное, да, и тяжело снимать под дождем, снять технику, жалко, но когда там футболист отбивает мяч, брызги летят, то есть это, ну, кадр выглядит намного динамичнее, и, ну, мне, наоборот, такие снимки нравятся даже больше, и туман тоже такой, много добавляет Silent Hill. Туман я снимать начала в 2012 году, и Сергей Леонидович Вершинин журналист по спортивной жизни из газеты «Правил» у меня тоже, кстати, по-моему, он из дюшер 8, и я такая пришла, все, наснимала ему со спины футболистов, чтобы был в виде номер, фамилия, я такая молодец принесла, и мне питание, что это такое, и кажется, что надо ли с лица было снимать, а не со спины, вот, так что так начинался мой путь в футболе. А потом как-то так завертелось, начало больше ходить, очень понравилось снимать футбол, в первую очередь за то, что очень эмоциональный вид спорта, и причем мне нравится снимать эмоции не только, которые на поле происходят, но и на трибунах, когда болельщики искренне переживают за гол, либо за неудавшийся гол, и вот именно за вот эту искренность и за эмоции люблю спорт и люблю футбол снимать. Ну, фотографии выбирать было очень тяжело, не потому, что их там как-то мало или много хороших или плохих каких-то, а это на самом деле большая проблема для всех, когда кто-то делает выставку или еще что-то, отобрать с хорошей снимом – большая проблема. Суть ситуации в том, что милиционеров посадили таким образом, что они напоминали букву Г, змейку какую-то, и в этой змейке был пропущен один человек. Снимок разбежался по интернету, и начали появляться мемы разные. Кто-то там доретушировал, дорисовывал какую-то бабушку, кто-то еще милиционера. Короче, снимок очень неплохо разлетелся, ну, как бы было забавно и интересно. То есть, на самом деле, футбол – это не всегда то, что происходит на поле, а это и то, что происходит на трибунах, и то, что происходит возле стадиона, и то, что происходит в жизни других людей, потому что для многих это целая жизнь. Но суть была такая, что была достаточно плохая погода, но было хорошее настроение. Я, когда снимаю, мне обязательно надо поймать какое-то чувство, настроение для того, чтобы делать хорошие какие-то кадры. Ну, для меня это важно. И когда я это настроение подпоймал, я начал уже, ну, скажем так, выпендриваться с картинкой и снимать с разными эффектами. Вот, и в тот день я снимал на длинных выдержках, зуммирование. Может, не все поймут, не всем понравится. Ну, на самом деле, ну, скажем так, это может уже переходит в такой более раздел художественной фотографии, и выглядит это достаточно необычно и интересно. Присутствие часто на играх Гомеля, на выездных, уже бывая во многих городах, стадионах, не было такого вида, как на центральном. Расположение трибуны и кромки поля, на которой стоят фотографы, очень интересно всегда наблюдать в вечернее время именно закаты. То есть эти фотографии многие фотографы не делают. Я всегда стараюсь делать общий план восточной трибуны и закаты. В Европе такие фотографии очень сильно ценятся, потому что это идет непередаваемая атмосфера и трибуны, поля и, как бы, вечернего неба. Закат каждый раз бывает по-разному. Играл Гомель против Славии 2012 год, мой первый репортаж. То есть, что запоминается в первую очередь? Это атмосфера, которая идет на трибуне. На трибуне был неплохой сектор болельщиков Гомеля. И, поворачиваясь, я увидел, было огромное пирошоу в конце игры. Как бы, уже очень ярко. На то время в Беларуси мало кто этого делал, именно таких масштабов. И здесь, как бы, я увидел интересный момент, то, что сотрудник органа взял гидрант и начал поливать сектор. Довольно-таки интересный и неожиданный для, как я понял, для большинства людей, которые присутствовали на футболе в Мозере. Фотография была сделана неожиданно. Как бы, я бы не обратил на нее внимание. Я отдал фотографии пресс-службе Гомеля. Ее опубликовали. Мне звонок, пресс-эташе Дима звонит, говорит так и так. Скинь мне эту фотографию в оригинале. Я говорю, зачем? Как бы, что здесь такого? Стоит, предмачивая состав команды и звучит гимн. Он мне говорит, а ты приблизь. Я ее приближаю поближе. И наблюдая на балконе, стоит мужчина гордо, уверенно, держит руку на сердце, звучит государственный гимн. То есть не все люди даже на стадионе стоят, держат руку к сердцу во время гимна. А здесь был вот такой необычный символизм. На это обратили внимание. Эта фотография тоже хорошо разошлась.